Привет всем! Луна Хендрикс тренируется в Китае. Фигуристка уже готовится выигрывать Гран-при в видео с тренировки одиночниц в Китае. Напомним, 10 ноября на Гран-при Китая женщины выступят с короткими программами. Грандиозная схватка на четвёртом этапе Гран-при ожидается у одиночниц. Яркая бельгийка Луна Хендрикс ранее покорила болельщиков и с уриной этапе в США, и теперь метит на золото в Поднебесной. У Луны Хендрикс очень зажигательная программа и костюм. Единственный недостаток – отсутствие в контенте Луны прыжков Ультра-Си, но и без них у неё прекрасные шансы снова стать первой. И чтобы победить, ей нельзя допускать серьёзных ошибок. Достаточно вспомнить, что на каскаде тройной лут с тройной тулуп она регулярно отмечается недокрутом на втором прыжке от четверти до половины оборота. Помешать триумфу Луны Хендрикс в Китае могут талантливые японки Хана Юсиде и Ринка Ватанабе, которые владеют тройным акселем. Рассчитывать на медаль четвёртого этапа Гран-при также может Нина Петрыкина из Эстонии. На этапе в США она сенсационно завоевала бронзу, принеся своей стране первую в истории медаль этого престижного турнира. Также хочется увидеть на подиуме экс-россианку Екатерину Куракову, но пока в этом сезоне она не радует хорошими прокатами. У мужчин в соревновательную борьбу наконец-то вступит японец Шома Уно. На прошлом старте он успешно защитил титул чемпиона мира, несмотря на травму ноги, но затем пропустил командный чемпионат. В какой форме спортсмен сейчас – неизвестно, поэтому его прокаты в Китае вызывают особое волнение. Пойдёт ли он на привычный контент из пяти четверных в произвольной программе или облегчит задачу, чтобы снизить риск ненужных ошибок? Высокие компоненты обычно играют для него роль подстраховки, но сейчас полагаться на них слишком опасно. А всё потому, что сражаться за лидерство с ним придётся с французом Адамом Сяо Хин Фа, форма которого не зывает никаких вопросов. В минувшие выходные Адам выиграл золото на домашнем этапе во Франции и установил там личные рекорды в обеих программах. Потеснить грозного японца на подиуме Адаму вполне реально. Во всяком случае, Илью Малинина из США он уже потеснил. Другое дело, что катать подряд два этапа тяжёлого испытания, которое может негативно отразиться на выступлениях. Так или иначе, будем внимательно следить за соревнованиями. Чтобы быть в курсе новостей, подписывайся на канал. Субтитры создавал DimaTorzok